Добрый день! Мы рады приветствовать вас на нашем YouTube канале. Мы хотим нашими выпусками делиться с вами той необыкновенной радостью, которую мы испытываем, когда берем в руки растительный материал, когда нюхаем цветы, когда наблюдаем за этими волшебными формами. Мы будем вам рассказывать о новинках на нашем рынке, мы будем делиться с вами какими-то интересными техниками и вообще хотим, чтобы вы были с нами, потому что мы уже 25 лет продвигаем эту профессию. 25 лет мы трудимся нашим прекрасным коллективом, придумываем новые истории, разнообразные техники и все ради того, чтобы эти замечательные формы, этот удивительный цвет задышал новой жизнью. На нашем канале будут курсы от всех наших ведущих преподавателей, как и российских, так и зарубежных. Поэтому подписывайтесь и я надеюсь, что вы действительно получите достойную интересную информацию от основоположников флористического дизайна в России школы Николь. Круглый букет. Казалось бы, традиционная форма, но она легкая, изящная. Здесь ощущается доновение ветерка. И вот такое чувство, как будто я пошла в сад, набрала оттуда все то, что растет в своем великолепии. Это и садовые розы, и люпины, и вся та разнообразная палитра, которую только можно встретить. И все это собирается в единую круглую форму, но при этом все дышит, все легкое. Бабочка может летать между этими цветами. Ну и почему бы не делать такие букеты именно летом? Букет может быть прекрасным подарком, прекрасным интерьерным букетом. И, в принципе, он достаточно быстро и легко собирается. Приступаем к сборке букета. В основе этого букета лежит легкий каркас из дерена. В принципе, вместо дерена это могут быть любые легкие, тонкие, изящные веточки, березовые веточки. Все эти веточки нанизаны на тонкую проволочку, и мы собираем основу. Она уже задает нам характер достаточно непринужденный, легкий, игривый. И, как я уже говорила, цвет этих веток задает нам тоже и тот формат цвета, который будет основным и доминирующим в этом букете. Он какой-то слегка неорганизованный, непослушный. Мне кажется, что для летнего букета это самый подходящий формат. Дальше мы начинаем с каких-то крупнообразующих форм, например, целлозия крестата, которая слегка заполняет наш каркас. И при этом целлозию мы ставим чуть ниже яруса для того, чтобы она оттеняла вот эти темные веточки корнуса. Прекрасный наш садовый набор. Палеантовые розы. Они тоже начинают включаться в композицию. Дальше мы добираем плектрантусы. Это тоже хороший летний садовый цветок, достаточно неприхотливый. Мы заполняем этот каркас по принципу разной высотности. Распределение материала тоже у нас не сгруппированное, рассредоточенное, с уплотнением. И важно, чтобы какие-то элементы стояли выше, какие-то чуть пониже. Но по логике вещей тяжелые формы, палеантовых роз, безусловно, ставятся прям практически на основание каркаса. И легкие воздушные трифолиумы, это клевер, плектрантусы, все задает нам ажур над розами. Цветы выставляются в этом букете по принципу разной высотности. И тем самым мы еще сохраняем принцип натикания. Потому что должно создаваться ощущение, что цветам немного тесно. И они как бы выпирают из этого всего многообразия. Но, безусловно, даже самые крайние точки у нас заполнены круглыми, тяжелыми, увесистыми формами. И вот это вот ощущение наполненности жизни, эта энергия, которая бьет ключом, она практически является лейтмотивом этого букета. В этом букете представлено такое разнообразие форм. Здесь и круглые формы, и вытянутые раскачивающиеся, и колокольчиковидные формы, и гребешковые формы. Плюс разнообразие фактур, от шероховатых, блестящих, матовых, до бархатистых. И все это подчинено одной концепции. Все это разнообразие укладывается в рамки круглого букета. Очаровательные алиумы дополняют нашу композицию, потому что, ну, едва ли вы найдете еще похожий элемент сегодня сезонный, который был бы одновременно и таким элегантным, и таким игривым. Итак, в результате у нас получился круглый летний садовый букет. Нам важно было даже не столько удивить вас какой-то техникой, а просто передать мироощущение лета, радости, какую-то гармонию, счастье, богатство того мира, в котором мы живем. Ну вот и все. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Здесь будет много интересных встреч, разговоров о современной флористике, о исторической флористике и вообще просто о цветах, потому что цветы, поверьте, делают нашу жизнь прекраснее, лучше, гармоничнее и счастливее.